Да будет свет! В дома, предназначенные для переселенцев из аварийного жилья в Приволжске, наконец, подвели электричество. Заселиться сюда люди должны были еще в прошлом году, однако у застройщика возникли проблемы с коммуникациями. Новоселы смогут получить свои ключи через неделю. Отдельно мы сейчас работаем с муниципалитетом, чтобы не получилось, как на этих домах, чтобы инженерные сети внешние, которые в зоне ответственности муниципалитета, также вовремя были подведены до домов, и мы до 1 августа все дома ввели в эксплуатацию и в течение августа переселили всех людей. Приволжск сейчас главный пункт в программе переселения из аварийного жилья. Почти треть запланированного реализуется именно здесь. Много возникает сложностей не только с коммуникациями, но также со сроками сдачи и благоустройством территории. Конечно, меня тревожит и состояние тех, прежде всего трех домов, которые только-только-только выходят на финишную стадию, и состояние благоустройства, потому что получилось два микрорайончик, которые требуют особого внимания, плюс дополнительно муниципалитету нужно еще 12 квартир купить, их не хватает для переселения, но деньги по этому поводу выделены. Поэтому сейчас правительство с Приволжским районом будет работать очень плотно. В этом году специально было добавлено 70 миллионов бюджетных рублей муниципалитету на инфраструктуру, благоустройство и дополнительные квадратные метры в квартирах для переселенцев. Однако возникли сложности с получением средств. Глава региона был недоволен. За инфраструктуру деньги спрашивают, они заплатить не могут. Деньги в бюджете есть специально под вас. Бюджет перекроил, дал, и то получить не можете. Ирина Альберт, вообще я удивляюсь. Что за спокойствие-то? За программу-то кто будет отвечать? Депфин нет. Задача понятна, Павел Алексеевич. До августа все дома поэтапно будут вводить в эксплуатацию. Предполагается, что 1 сентября все люди смогут переехать в новые, полностью благоустроенные дома. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Приволжск.